С чего мы начнём? А начнём мы... Чего человек называется? Да. Капелька. Да. Как зубы пережёвывают пищу? Это что такое? Капелька. Нёбный язычок. Капелька уже спешила по длинным тонким трубкам сосула, пока не попала в рот. Там она увидела белые ровные зубы. Они стояли стройными рядами, словно солдаты. А что вы делаете? Спросила Капелька. Не видишь? Еду пережёвываем. Ваня баранку съел. А вы не сломаетесь? Нет, мы крепкие, хотя орехи лучше нами не грызть. Не мешай работать, вмешался язык. Мне, например, надо всё перемешать, слюной смочить. Так я же не отвлекая начала оправдываться Капелька. Я к вам по делу пришла. Мне нужно питание органам нести. А у вас тут пища. Так она же не переваренная, сказали зубы. Такая не годится. Желудок сначала её переварить должен. Так чего же он сразу её не переваривает? Погоди, остановил Капельку язык. Её сначала разжевать надо, смочить слюной, чтобы пища твёрдая и сухая стала мягкой и жидкой. Как каша, понятно? Понятно, сказала Капелька. Только объясните, как же мне в желудок попасть? Смотри, начала объяснять, изо рта в глотку, из глотки в пищевод, там до желудка неналеко. Пища, попав в рот, должна быть тщательно перевжёвана. Для этого у человека 32 зуба. Мама, а Капелька не побоится, там чем может? Нет. Для этого у человека 32 зуба. Передние резцы. Клыки, вот эти вот, вот эти вот. Ой. Клыки и задние зубы разжевывают пищу. Язык перемешивает и смачивает её слюной. Пища приобретает консистенцию каши. В таком виде она готова к пищеварению в желудке. Почему зубы болят? Ой, вдруг запищал один из зубов, самый крайний. Что? Что случилось? Заволновались остальные. Валя леденец начал сосать, а потом как раз сгрыз его, вот я и треснула. Вон, видишь, зуб испугался. Треснула, ужаснулась капелька. И что теперь? Пока ничего, трещинка маленькая, её не видно вовсе. Но ведь туда будут попадать остатки пищи, если их не вычистить. Заведутся микробы, а с микробами шутки плохи. Устроят там себе дом, начнут расширять его. Была трещина, станет отверстие. Было отверстие, станет дырка. Что же, микробы могут весь зуб захватить? Заволновалась капелька. Да, доберутся до нерва, и тогда начнёт зуб болеть. Очень сильно. Что же делать? Печально спросила капелька. По-моему, и так понятно, поворчал треснутый зуб. Не грызть орехи и леденцы. Зубы чистить два раза в день, по две минуты, и регулярно ходить к зубному доктору, к стоматологу. Когда я ела леденец с аппаратином, то у меня не болел зуб, чтобы не болят. Чтобы проверять, не появились ли маленькие трещины или дырка. Пока она небольшая, её легко залечить. А если станет огромной, то это зуб потерять недолго. Если грызть твёрдые орехи и леденцы, то зуб может треснуть. Внутри трещины может оставаться пища. Появляются микробы. Зуб будет портиться. Дырка будет становиться всё больше и больше. Если будет затронут нерв, зуб начнёт болеть. Его нужно будет удалять. Чтобы этого не случилось, нужно зубы чистить два раза в день. Не грызть ничего твёрдого и регулярно посещать стоматолога для проверки. Мама, а почему? Это что у нас такие злые? Это микробы. И теперь смотри. Я осталась за то, что в ванне попадёт микроб. Это наши зубы. Когда мы что-то кушаем, например, пончик или яблоко или виноград положи на зуб. На зубах остаются ещё разложи конфетку. Остаются частички еды. Кладу на зубы. Конфету. Или яйца. Или мясо. Или сыр. Эти частички еды остаются на зубах. Если их не вычищать, то микробы начнут этим пользоваться. и размножаться у нас на зубах. И зубы начнут что делать? Складывай на зубы. Микробы и зубы что начнут делать? Болеть. Болеть. Морковка. Да, складывай, складывай. Вот. Что делать зубами? Чистить. На, почисти зубы. вот так вот тряхни, вот так, смотри, вот так вот, почисти зубы. И что они теперь? Будут полить? Нет, они теперь не будут полить. Вот во рту у нас язык, что это? Зубы, тёсны. А это что такое? Нёба, это желудок. Пищеварение начинается во рту, зубами мы измельчаем пищу, она смешивается со слюной, проглатывать еду нам помогает язык. В желудке еда переваривается в кашу, далее она поступает в кишечник, там из неё высасываются полезные вещества, отходы выводятся из организма вместе с... Пища главный источник энергии, она даёт нам силы и помогает расти. Что такое микробы, которые у нас во рту развиваются? Если их с ними что не делать? Нечистят. Нечистят. Это такие маленькие живые существа, которые невозможно разглядеть без микроскопа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok